Лыжня России больше, чем соревнования. В минувшие выходные в Ненинском округе прошла всероссийская массовая лыжная гонка. Подробности у Катрины Тайбарей. Первый старт дает губернатор Ненинского автономного округа Юрий Бездудный для самых маленьких и самых отважных мальчиков возрастной категории до 7 лет. Гонка напряженная и первым к финишу приходит Вячеслав Прукунский. Примечательно, что в массовых соревнованиях участвуют не только жители Наринмара, но и лыжники из сел. Я приехал из поселка Красное. На соревнованиях я стараюсь по возможности соревнования не пропускать, приезжать регулярно. Люблю лыжные спорты, поэтому участвую во многих соревнованиях. На соревнованиях идет напряженная борьба. Здесь есть место и драме, и радости. В гонке участвуют целыми семьями. Так двойняшки Захар и Злата Каневы заняли третье место в своих забегах. Я приехала третье. Это было очень сложно. Я когда лыжи снимала, я задохнулась. Я занял третье место. Я ехал, ехал, потом упала, потом собрал все свои силы и поехал до финиша. Юные спортсмены поделились своими впечатлениями о соревнованиях. Для многих это была первая гонка. И, возможно, именно с Лужней России начнется новая история великих спортсменов. Я рада, что я выиграла. Я оглянуться не успела, как приехала. Мне кажется, что это для меня слишком мало. У меня веселое настроение, погода нормальная, ну, волнительная, конечно, чуть-чуть. Сейчас будем ехать один километр и, ну, волнительный, так сказать. Ну, это было не так просто. Мы начинали валить ноги, но вытерпела, доехала. Я на лыжную секцию хожу. Для нас пока первый раз главное участие, да? Лилия Зименкова занимается лыжным спортом уже шесть лет. С самого детства девочка с лыжами на «ты». И на воскресную гонку ее пришли поддерживать родители. Главное, что нравится. У нас здесь в округе очень хорошие тренера. Поэтому присоединяйтесь все. Для Лилии Зименковой эта гонка была сложнее остальных. Ведь она в этом году выступала в новой для себя возрастной категории с ребятами постарше. Возрастная категория у нас 11-12 лет. Но это ничего страшного. Наш земляк Александр Терентьев тоже участвовал на соревнованиях и выигрывал именитых чемпионов мира. Хотя он гораздо младше того же клэба. Родители приводят своих детей познакомиться с атмосферой гонок и прочувствовать соревновательный дух. Так шестилетний Саша Тихонравов впервые пришел на гонку с мамой и уже настроен на победу. Я хочу победить. У нас папа занимается с сыном. Они по выходным при возможности ходят, гуляют по Печоре. Взрослые тоже не отстают от малышей и участвуют в Лужней России. Марина Дуркина в дистанции 10 километров пришла первой среди женщин. Все хорошо, все замечательно. Катило все очень хорошо. Спасибо папе. Мы тренируемся. Раньше занималась более или менее полупрофессионально. Поэтому все для удовольствия, для радости. Сергей Вокуев на Лужней России представляет социально-гуманитарный колледж. Участвует он уже третий год подряд. Кто-то у нас забирает призовые места, кто-то так для удовольствия ездит. И так нравится, круто. Юрий Бездудный также принял участие в гонке. В начале соревнований поприветствовал участников Лужней России и сам прошел дистанцию в 10 километров. Гонка удивительная. Она объединяет любителей лыж всех возрастов. От мала до велика. И вы видели, какие ребята маленькие сегодня стартовали. И в этой гонке нет проигравших, есть только победители. Лужня России – это в первую очередь праздник для жителей региона. На лыжероллерной трассе в Наринмаре собралось более 300 участников и множество болельщиков.